Мы с вами отправимся в необычное путешествие. И я предлагаю вам настроиться на это именно как на путешествие. Это будет действие, в котором будут участвовать актёры. Но также это будет действие, в котором будет участвовать каждый из вас. Потому что это путешествие касается каждого из вас. Даже тебя, Александр. Потому что тебя бы особо нравилось. И пригласить. Это путешествие о мирах. О том мире. Ой, это же телевизор. На месте. На месте, да? Что-то там, да, что-то там не то маленько происходит. Ну, зависит. Итак, это путешествие, медитация. То есть ты вообще давно думал, что это у меня играет? Конечно. В наш внутренний мир. А нам это не будет мешать? Я не знаю, но зависит, но мне не включаться. Не сядь, да. А ты откуда? Откуда? Ты перезагрузи, да. Откуда кто-то говорит? Технические моменты, они как всегда могут корректировать любое событие. Но так как мы все люди закалённые. Технические моменты продолжают корректировать события нашей жизни. Это новости прямо. Как? Новости какие-то. Ну, это да. На самом деле сейчас мы пойдём в путешествие, и это новости. С одной стороны, это новости. А с другой стороны, это очень давно забытая правда для каждого из нас. Правда, которая касается каждого из нас, и о которой, возможно, кто-то знает, кто-то помнит, а кто-то сейчас задуманится в первый раз. И это путешествие, которое покажет нам о том, что вещи могут быть не такими, какие они кажутся. Когда мы смотрим на что-то, возможно, мы привыкли это видеть с определённого угла зрения. Но если этот угол зрения поменять, то формы могут приобрести совершенно иную плоскость, иную ёмкость, иную мерность. И я очень хотела показать это здесь, но у нас, видимо, такой возможности не будет. Поэтому мы вообще не отвлекаемся. Смотрите. Это твоё вёска. Нет, нет. Нет, нет. Мы не будем на это отвлекаться, вообще ничего страшного. Совершенно. В этом ролике, который мы с вами не видим, рассказывает о том, как движется Солнце вперёд, и как планеты вращаются вокруг нашей Земли, определяются с определённой точки, мы видим это как много-много-много кругов. Но если мы изменим угол зрения, то те же самые круги растянутся в спирали. А если мы отдалимся очень далеко, эти круги превратятся в точку. А если мы будем совсем с другой плоскостью, мы увидим, что это одна прямая линия. И также, когда мы меняем угол зрения на нашу жизнь, на наше внутреннее «я», мы можем увидеть жизнь совершенно иначе, не так, как она есть. С одной стороны, это плоская картинка. Плоская 2D, 1D. Но когда ты меняешься, ты видишь эту картинку объёмной, и формы приобретают совсем другой вид, другое значение. Так же и ты здесь и сейчас, возможно, смотришь на мир, на себя и видишь себя такого, какой ты есть. Как будто бы ты — это один, и именно ты собираешь всё пространство в единое пространство существует именно благодаря тому, что существуешь ты. Но если ты меняешь угол зрения, даже ты становишься многомерным. Даже ты сам можешь существовать в разных плоскостях. И прямо сейчас ты можешь потрогать пол, на котором ты стоишь, стул, на котором сидишь, твои руки, ноги, своё тело. И как будто бы это твоя реальность, как будто бы это всё, что у тебя есть. Возможно, ты веришь, что мир материальных вещей — это единственное, чем ты обладаешь. Но пока ты занимаешься осязанием, обонянием, прикасаешься к этому миру, твоё другое «я», заботливое, любящее «я», творит для тебя уже прямо сейчас другую реальность. И это чудо, чудо, которое случается с тобой, чудо рождения. О, Боже, такого с тобой никогда не было! Ничего себе, у меня есть тело, глаза, я могу чувствовать запаху, и солнце светит, и вода мокрая. Неужели? Как здорово! Ты поглощён этими переживаниями, и кажется, что с тобой не случалось никогда ничего более лучшего. И ты растёшь, а твоё любящее «я» готовит события. И ты встречаешь что-то другое. И это тоже рождение! Ого, рождение! Казалось бы, ты должен был бы этому так же рад, ведь это тоже рождение! Но, увы, твоя человеческая природа почему-то на то же самое событие реагирует совершенно иначе. Почему? Почему в твоём сознании рождение прекратило быть таким волшебным? Почему исчезла эта магия? Откуда? Откуда эти чувства? Что со мной? Мне не нравится то, что происходит. Но когда ты это проживаешь, ты не думаешь об этом. Ты просто тотально поглощён этими эмоциями. Ты поглощён так, как будто бы это и есть твоя единственная жизнь. А в тот момент, пока ты растёшь, события сменяют одно-другое. И ты получаешь новый опыт, новый, великолепный опыт, опыт первой любви. О, Боже! И сердце колотится так часто. Совсем не хочется есть и не хочется спать. Вообще хочется делать всё, откуда столько ноги, я не знаю. Я хочу сделать для него всё. Боже! Я хочу сделать всё для всех. А может быть построить Вселенную? Меня раздирают, распирают эти чувства. Столько энергии. Я никогда не испытывала ничего подобного. Но где-то в другой плоскости, прямо в этот момент, формируется другой пласт событий для тебя. Таких же событий, абсолютно таких же. Но когда ты их получаешь, не видя того, себя, кто сотворяет их, ты чувствуешь совсем разные вещи. И там, где только что расцветали цветы, в твоём сердце лёг. Это разлука. И это боль. Как будто бы у тебя оторвали руку, ногу, сердце. Достоптали тебя. Вонзили нож. И нет силы это пережить. Почему так больно? Я не хотела. Я не хотела бы это чувствовать никогда. И кажется, эти страдания не закончатся. Но минуту назад казалось, что они тоже не закончатся. Но они мне нравились. А теперь ты поднимаешься, проживаешь и это событие, взрослеешь. Твоё тело растёт, меняется. Калейдарскоп событий происходит с тобой. А твоё мудрое «Я», видя, как ты созрел, окреп, считает, что ты достоин нового подарка, приготовленного для тебя с любовью. Да-да, именно подарка. Но когда ты это получаешь, тебя втапкивают в землю. И нет сил. И это то, что ты не можешь прожить. Утрата близкого человека. Ты боишься даже думать об этом, но это произошло. И ты падаешь на землю. И тебе кажется, что тонна плит тебя давит к земле. Ты пытаешься встать, и ты пытаешься вздохнуть. Но как будто бы на тебя снова наступает эта мысль. Это разлука навсегда, это навечно. Этот человек никогда не придёт в твою жизнь. Это твоя мать, это твой отец или это твой ребёнок. Чего ты так боялся? Кого ты боишься потерять? Чью смерть ты не хочешь пережить никогда? Прямо сейчас ты разваливаешься от этой мысли в полном ужасе, что ты никогда это не сможешь прожить. Но послушай, это же такое же событие, как предыдущее. И оно сотворено для тебя с такой же Любовью. На этот момент ты не слышишь. Ты смотришь на смерть. Ты смотришь на первую Любовь. Ты собираешь эти пазлы вокруг себя. Так бережно, так бережно хранишь их в памяти События давно ушедших дней. Нет, ты не отпускаешь их. Нет, ты держишься. И тебе больно, шипы ранят. И слёзы на глазах снова. Но каждый, каждый как будто живой. И ты разговариваешь с теми, кого уже нет. Кто был с тобой 10 лет назад, 20, 50. Кто никогда не вернётся. И существует лишь в твоих мыслях. И ты злишься. И в какой-то момент ты хочешь выбросить это всё. Но потом ты снова собираешь, как будто бы это твоя реальность. Как будто бы нет другой реальности. Как будто бы ты, это и есть твои воспоминания. Ты слепец. Ты слепец и ты выбрал быть слепцом. Ты выбрал быть в этой иллюзии. И в какой-то момент твои страдания опустошают тебя. Они обедвиживают жизнь внутри тебя. Жизни нет. Есть воспоминания. Есть мысли о жизни. Вокруг тебя цветы. Времена годы сменяют друг друга. Но ты не чувствуешь этого. Ты живёшь воспоминаниями, как будто бы они реальны. Они реальные люди. Нереальные события вокруг тебя. И однажды, однажды ты на грани. Ты устаёшь. Ты хочешь решения, но ты не знаешь как. Сам один ты не можешь. Ты в какой-то момент не можешь понять, что тебе сделать. Ты настолько поверил, что это и есть жизнь, что сам ты не осознаёшь. Не осознаёшь свою иллюзию. Но ты ведь никогда не сам. И ты ведь никогда не один. На самом деле, ты никогда не один. И иллюзия такая неудобная, такая тёмная. Но она такая привычная. Тебе режут глаза правда, правда света. Ты не можешь сразу её снять. Ты не можешь сбросить свои очки. Хотя так хочешь, так хочешь это сделать. И однажды, и однажды ты прозреваешь. И вот тут, и вот тут ты видишь жизнь. Ты встречаешь свою плотность, себя. Иное сознание, в котором ты больше не испытываешь тех эмоций. В котором есть просто чистая, тотальная любовь. И вы становитесь едины. Чистое, тотальное принятие. Тебе не нужно ни у кого ничего брать. Потому что ты есть всё. Тебе не нужно задавать вопросы. Потому что ты и есть ответы на все вопросы. Ты и есть полнота жизни. И это новый вдох. И это новое рождение. И это новая жизнь в прежнем теле. Но эта новая жизнь для тебя в моменте превращается в тишину. Звенящая пустота, где всё и ничего. И в этой полноте, где ты есть всё, ты испытываешь растерянность. А что дальше? Если у меня есть всё, и если я — это всё. Что мне делать в этой темноте? В этой темноте и полноте. И это фрустрация. И это постерянность. И это то, что с тобой никогда не случалось. На фоне того, калейдоскопа переживаний — это полный вакуум, в котором может забречь новый свет. Когда ты осознаёшь, что твоя плотность полноты не единственная, и есть другое Я. Твоё Я. Твоё Я другой плотности. И это даёт тебе новые смыслы. Это новый смысл жить. Потому что эти плотности безграничны. И все твои Я едины. Но когда ты смотришь на это с другой стороны, ты видишь неограниченность своего физического тела, а безграничнусь своих тонких духовных Я. И однажды... И однажды у тебя приходит понимание, что всё, что с тобой происходит, это делаешь только ты. Ты для себя готовишь все события, которые происходят в твоей жизни. И ты их готовишь с такой любовью, чтобы стать ещё больше, чтобы стать ещё шире, чтобы стать ещё открытием и увидеть всю правду, такая, какая она есть. Это и есть самое великолепное, что есть в твоей жизни. И всё это настолько прекрасно, насколько же и ужасно. И это просто факт. Всё, что мы проживаем, это просто те события, которые делают нас ещё чуточку сильнее, чуточку выше и чуточку ближе к самому себе, где Я — это безграничность, Я — это всё. Я есть в каждой плотности. Соединяясь с каждым Я, переходя на новый уровень сознания, познаёшь, насколько ты безграничен, насколько всё для тебя возможно, насколько всё есть любовь. Будьте счастливы. Спасибо.